Позади 11 дней певческой олимпиады, более 100 концертов, конкурсные прослушивания, яркие выступления на городских площадках, мастер-классы и просто теплые дружеские встречи. Всего на играх было разыграно более 350 наград. Россия в медальном зачете на первом месте. У нас 88 медалей. Следом Китай 54 награды, хоры из Южной Африки завоевали 7 медалей. В последний день всемирных хоровых игр участники, а их было более 12 тысяч, собрались на церемонии закрытия в Людовом дворце Большой. Другие страны могут видеть, что здесь в России у нас очень здорово, что здесь нужно проводить такие мероприятия, им нужно собираться. Самое главное, что у нас в России тоже развито хоровое искусство, что у нас тоже крутая страна. Красивая страна Россия и Сочи красивый город. Я бы хотел вернуться сюда когда-нибудь и, конечно, поехать на следующие хоровые игры. Поет сводный интернациональный хор более тысячи голосов. В каждой ноте песни уникальное культурное наследие, творческое богатство сотен народов. Настоящим украшением стал кубанский казачий хор с легендарным распрягайте хлопцы коней. Программу закрытия посвятили миру на земле и музыке, которая объединяет народы, единство наций вне зависимости от языка, религий и континентов. Фестиваль подарил миру новые имена выдающихся и талантливых исполнителей, концертмейстеров, замечательных коллективов. Сегодня мы лучше узнали культуру друг друга, обрели новых друзей в десятках стран мира. Сегодня, когда со многих уголков света приходят вести о трагедиях и терактах, нам, мирным людям, нужна как никогда взаимная поддержка. Мы должны показать всему миру, что мы вместе. Пусть мы говорим на разных языках. У нас разный цвет кожи и разная культура. Но это не похожесть. Это многоголосье лишь украшает наш мир. И вот уже на сцене флаги 36 стран. Столько делегировала свои коллективы на конкурс в Сочи. А всего же в числе участников представители 72 государств. И все, в том числе и главные идеологи игр, отметили безупречную организацию этого крупнейшего песенного фестиваля в Сочи. Это были лучшие хоровые игры, которые мы проводили до сих пор где-либо в мире. Прекрасная организация, дружеская атмосфера и профессиональные отношения сподвигли наш комитет к тому, что мы решили вручить грамоту городу Сочи. Таким образом мы назвали Сочи столицей всемирных хоровых игр. Гюнтер Тич официально закрывает игры в Сочи. Глава города Анатолий Пахомов передает флаг хозяйке следующей певческой олимпиады представителям Южной Африки. Они отмечают, Сочи задал такую высокую планку, что теперь придется очень постараться, чтобы до нее дотянуться. Как и на старте церемонии звучит колокол. Пять ударов, пять континентов Земли, как символ взаимопонимания людей. И снова сводный хор, голоса со всего мира. Звучат всемирно известные шлягеры и популярные хиты. Сочи прощается с главным соревнованием хоров планеты. После такого поистине грандиозного закрытия всемирных хоровых игр и успешного проведения первой певческой олимпиады в России, в Сочи всерьез заговорили о том, что нужно возрождать забытые традиции проведения всесоюзных праздников в песне. Тогда свой хор был у каждого санатория, был даже хор таксистов. Но пока ближайшая задача – сформировать крепкий коллектив для участия в следующих юбилейных всемирно-хоровых играх. Они в 2018 году пройдут в Южной Африке. Ольга Десятого, Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Татьяна Говоркова, 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 Татьяна Г